Здравствуйте, меня зовут Елизавета Ведушка, и я очень благодарна редакционной коллегии журнала Николаев-Литературной за возможность присутствовать сегодня здесь и за возможность быть опубликованной в интернет-журнале в моем родном городе. Я родилась в 1998 году в городе Николаеве, сейчас мне 16 лет. Я начала писать с 9 лет впервые. Это были сказки, я написала цикл сказок. Позднее, в 12-13 лет я увлеклась японской поэзией. Это были хоку, танки, хайбуны и многие другие формы японской поэзии. Впервые я начала писать произведение прозе в малой форме несколько лет назад, и мой первый рассказ «Загад над крышами» был опубликован в прошлом году в октябрьском номере журнала «Юность», и для меня это, конечно, большая честь. Позднее я также написала несколько рассказов, таких как «Мастерская скульптора», «Три копейки», которые были опубликованы в интернет-журнале Николаев-Литературный. Также недавно я написала рассказ «Шлябная булавка», который будет опубликован в ближайшее время в международном литературном журнале в Москве «Голос эпохи». Я должна сказать, что, конечно, я впервые познакомилась с миром литературы и искусства благодаря моим родителям. Они развили во мне любовь к всемирной литературе, к искусству, к кинематографу, к музыке. Я, впервые увидев на экране фильм сэра Чакза Спенсера Чаплина, я увлеклась историей кинематографа и особенно много времени потратила изучение такого периода, как «Немое кино». Написала несколько научных работ про «Немое кино золотые 20-е» и эволюцию интердитеров в «Немом кино». И эти работы я послала в московский журнал «Киновические записки» и получила позитивный отзыв от в то время главного редактора этого журнала «Немия Александровна Дымшиц», с которым я и сейчас состою в переписке. Сейчас я учусь в 11-м классе Николаевской гимназии номер 41. Принимаю участие во всевозможных олимпиадах, турнирах, конкурсах. Я являюсь школьным корреспондентом и некоторые свои статьи опубликую в областной педагогической газете «Открытый урок». Также я очень благодарна за подаренную мне Анатолию Мадеевичу книгу. Она займет почетное место в моей домашней библиотеке. Впервые я послала несколько своих рассказов в журнал «Николаев литературный» несколько месяцев назад. И мне ответил Владимир Николаевич Христов и Христенко, и он меня поддержал, это очень меня вдохновило. И я послала также несколько своих рассказов, один из которых уже опубликовали. Мне это очень приятно, и я еще раз хочу поблагодарить за возможность присутствовать здесь. Для меня это большая честь. Благодарю.